9 сентября 2022 года мы снова находимся на Тройкурском кладбище, я с цветами. По составу букета вы можете уже понять, в принципе, кому мы планируем зайти на могилу. Обязательно к Юрию Васильевичу Шатунову зайдем. Также хочу зацепить какие-то могилы известных людей, которые я еще ни разу не освещал в выпусках на своем YouTube-канале. От вас я всегда, ребятки, жду лайки, подписки, оставляйте комментарии. Огромное вам спасибо за активность. Поехали! Тройкурское кладбище 2022. Одна из моих подписчиц, Наталья Николаевна, перевела мне денежку и очень просила, чтобы я возложил от нее цветы на могилу народного артиста РСФСР Андрея Васильевича Мехкова. Если помните, это известный и всеми нами любимый актер, который, ну, Новосельцев, ребят, служебный роман, Новосельцев, а также множество других известных ролей и фильмов, в которых он снимался. Сейчас мы вот гвоздички отнесем к нему на могилу. Поехали! Андрей Васильевич Мехков. Памятник еще не поставили, но рядышком покоится его жена. Я ее знаю по роли в фильме «Гараж». Красивая женщина. Так, цветочки возложим, да? Ну что, ребятки, Юрий Васильевич Шатунов. Мы с цветами по традиции, от всех нас. Букетик скромненький, небольшой. Четыре розочки белых. Купил на Троекурском кладбище. Цены отличаются на Троекурском кладбище от цен в цветочных магазинах, поэтому советую вам с собой привозить цветы. Плюс, учитывая то, что цветы не первой свежести, это я вижу. У меня гвоздики поломались, пока я их в руках нес. Строители работают на могиле сына Андрея Разина, копошатся. Ну, мы идем, двигаемся к могиле Юрия Васильевича Шатунова. Нет, наша корзина на месте. Да, она далековато. Вот наша корзиночка. Ладно, ничего трогать не буду. Цветочки поставлю сейчас. Даже не поставлю. Девушки продемонстрируют. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В 60-е годы живет и работает в России. Также она колесила с гастролями практически по всей стране. Участвовала во всевозможных концертных проектах. В 70-е из-за неблагоприятной профессиональной обстановки с Москонцертом, который стал запрещать номера и репертуар певицы, она покидает Москву и переезжает жить в Украину. Какое-то время она там живет, работает. Работает в Донецкой филармонии. В 80-е годы решила Тамара Мянцарова вернуться в Москву с мыслью снова покорить эстрадный московский Олимп. Но, увы, не зашло. Артистку забыли. В 80-е также она преподавала в ГИТИСе. Тамара Мянцарова очень любила шить и вязать. И многие наряды, в которых она блистала на сцене, она шила сама. Последние годы певицы омрачили проблемы с сыном, который с матерью чего-то постоянно делил. Напомню, что у Тамары Мянцаровой был сын и дочка. Сын Андрей Мянцаров и дочка Екатерина Хлебникова. Также было 4 брака у Тамары Мянцаровой. Первый брак вышла замуж за друга детства. И в первом браке родился сын Андрей. В общем, было 4 брака. Тамара Мянцарова умерла в возрасте 86 лет. Слегла после операции на шейке бедра. Перенесла инфаркт. 6 июля 2017 года была госпитализирована в Первую Градскую больницу с воспалением легких. И 12 июля 2017 года, к сожалению, скончалась. 86 лет было Тамаре Мянцаровой. Вот покоится она на Троекуровском кладбище. 21 участок. По моей информации, кремлевской информации, памятник Тамаре Мянцаровой обошелся в 2,5 миллиона рублей. Материал Тяшева. Зульфия. Мама Лисану Тяшевой. А это могила тоже известной актрисы Веры Глаголевой, которая умерла в 2017 году после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. У них был рак желудка. Смерть 61-летней артистки стала настоящим шоком для поклонников и коллег звезды. Дело в том, что Вера Витальевна Глаголева, она лет 10 скрывала свой недуг. Лечила онкологию, рак желудка, и об этом никто не знал, представляете? Она даже виду не подавала, что страдает этим заболеванием. Более того, за месяц до смерти актриса устроила свадьбу своей младшей дочери Анастасии Шубской, которая вышла замуж за известного хоккеиста Овечкина. Имя не помню, Овечкин. Известный хоккеист. И по слухам, кремлевским слухам, вот эта вот могила, этот погост на Трайкорском кладбище организовал и профинансировал именно вот ее зять Овечкин, хоккеист. Я так подозреваю, что Вера Витальевна Глаголева покоится вот именно вот в этом вот левом углу, потому что здесь надгробие, автограф стоит ее рукой. И вот еще четыре угла пустых. Слава Богу, все живы, и это прекрасно, ребятки. Пожелаем всем здоровья. Трайкорское кладбище, Вера Витальевна Глаголева, ее вот такая вот богатая, красивая могила. Поехали дальше. Сейчас я расскажу еще одну грустную историю одного из детей, влиятельных и богатых родителей. Поехали. Здесь покоится Николас Хубутия, парню 26 лет. Он сын главы оружейной компании «Кольчуга» Михаила Хабутия. Тоже была трагическая смерть. Работа, связи, друзья, все хорошо, ребенок был начитанный, положительный, добрый, такой вот интересный парень. Но что-то внутри все равно у него кипело, назревало, какой-то внутренний конфликт происходил. Все эти вот депрессивные состояния и мысли он держал в себе. И в итоге его нашли мертвым в собственной квартире на Малой Бронной 5 июля 2018 года. Он себе выстрелил прям в голову. Конечно, я хочу обратить внимание на вот этот вот погост Николаса Хубутия. Рядом находится вот то, что мы сейчас обозреваем, где портреты, это просто галерея, галерея памяти Николаса. Получается, что могила Николаса Хубутия, она сделана из трех секторов. Справа находится церковь, которая тоже относится к Николасу Хубутия. По центру галерея Николаса Хубутия, где фотографии, чтобы люди понимали, кто, что это. Вот так же здесь можно цветы возложить. А слева находится именно могила. Сама могила, она закрыта. И там постоянно играет музыка. Если прислушаться, то можно ее услышать. Вот такой вот интересный монумент. Дорого, богато. Грустная, печальная история, ребятки. Берегите себя. Прочь гоните все суицидальные и депрессивные мысли. Наслаждайтесь жизнью. Она ведь так коротка, ребятки. Я вам желаю всем здоровья, хорошего настроения. Андрей Флор был в эфире. Это небольшой такой бонусный выпуск 9 сентября 2022 года. Ребятки, я вас всех очень люблю. Ожидайте новых выпусков. Как всегда, по традиции, жду от вас лайки, дизлайки. Обязательно подписка. И, как всегда, будьте активны в комментариях. Читаю все ваши комментарии и безумно благодарен вам за это. До новых встреч. Андрюха Флор был в эфире. Пока-пока.